Добрый день! Мы находимся в Кунцево. Здесь у нас, как обычно, субботняя встреча активистов. Дело почти безнадежное. Кучка активистов хочет остановить целый каток строительной мафии, которая собирается уничтожить вот этот сквер гигантский на Ивана Франко, уничтожить все зеленые насаждения по ходу трассы. И вот мы видим сегодня бойцы, так сказать, народной армии Кунцево бьются между собой на мячах. Видите, как сегодня у нас здесь весело и прикольно. Раззудись плечо, размахнись рука. Добрые молодцы сегодня тренируются давать отпор бандитам, желающим вырубить сквер на Ивана Франко. Во как сегодня! Ну, естественно, не все время ведь стоять. Давайте снимайте. И произносить гневные речи. А как вас зовут, молодой человек, который... Ходор или Иван. Канал СтопХамство, кто помнит. Иван. Я сегодня близлин своих. Какая, так сказать, сила привела вас сегодня на Ивана Франко в субботу? Светлые силы. Светлые силы. В плане люди принесли мечи, которые я обожаю заниматься в фехтовании. И второе, это то, что собрание людей для того, чтобы посетить память погибших 5 декабря 1941 года. Я надеюсь, меня слышно из-за этой маски. Конечно, слышно вас прекрасно. У меня другой вопрос волнует. Насколько нас светло, насколько нас хорошо видно сегодня? Думаю, что хорошо. Конечно. Да, хорошо видно. Нас видно хорошо. С какой цели вы на мячах тренируетесь? Силы добра в черных касках? Знаете, добро должно быть не только с кулаками, но и с чем-то еще более увесистым. Просто если силы зла от нас не слышат, хотят уничтожать наши зеленые насаждения и так далее. Надо будет в итоге, как бы, мы люди мирные. Но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот иногда они могут другого шанса не оставить. Вот пошли тоже кислить бандитов, чоповцев. Я считаю, шлем очень пригодится в таком случае. Причем пригодится. Нет, мы просто готовимся к тому, чтобы, и когда придет время, мы тогда возьмем вот эти вот самые мечи и будем бить чоповцев, которые защищают тех, кто рубит деревья, и тех, кто сами рубит деревья. Мы будем бить этими же палками. Потому что те, кто против нас, не справляются с ними без нас. И такая песня даже есть у Цоя. Опять же, мы за мир, дружбу и все такое. Но иногда надо тренировать мускулы, да? А вот полиция, слушайте, такой милый юноша в очках, такой трогательный. И вы такие в касках боевики прямо. Я проколол. Да, в Кунцево у нас, я напомню, что это префектура северо-западного, ой, западного административного округа. Ивана Франко, 12. Мы сейчас находимся здесь. Половина парка огородили здесь забором зеленым сплошным. Тут можно заглядывать в щели. Можно смотреть, что деревья еще целы. Активисты задерживали. А это кто такой идет? После возложения. Едьте опять нам. После возложения. Здравствуйте. Где стена забрали? Я знаю. Здравствуйте. Что привело вас сегодня в такой морозный день? Ой, и не говорите морозный точно. Что привело вас к этому камню памятному? А я, вы знаете, когда сегодня утром услышала, что президент поздравил волонтеров с Днем волонтера, а не вспомнил о том, что 5 декабря – это начало отражения фашистского наступления от Москвы, то вот я даже удивилась, честно сказать. То есть это юбилей битвы под Москвой, правильно? Конечно, конечно. То есть не юбилей, а как бы памятная дата, я имею в виду. Годовщина. Годовщина, 5 декабря – начальник жаждения. В сущности получилось, что мы вроде говорим, ходим на парад Победы с портретами наших родственников и так далее. Хотя вот мой дед был репрессирован, хирург, и мог бы быть военным хирургом, расстреляли в 38-м году. Но, то есть вот как бы, я думаю, идти с этим портретом не идти, но тем не менее, дань памяти всем нашим героям, которые защитили страну, надо отдавать и надо помнить. То есть те люди, которые отстояли возможность нам строить все-таки свое независимое государство, не будучи каким-то там, я не знаю, придатком. Возможно жить нам вообще далее. Ну подойди, скажи, тоже. Вот здесь у нас новая линия обороны Кунсова. Видите, вот этот камень выгородили буквально на метр, чтобы не сносить это в честь... Так, если я пройдусь по этим прекрасным камушкам и по этому непонятному ландшафтному сооружению, я думаю, что никто меня не осудит за это. Вот, смотрите. В честь 65-й годовщины битвы за Москву от благодарных потомков. И здесь будет вот это все вырублено, вот эти елки за забором. Благодарные потомки сделают здесь трассу для каких-то членовозов, которые будут ездить из элитных дач с Рублевского шоссе в Москва-Сити. Вот она память потомков. Вот смотрите, во что превращается память битвы под Москвой. Битва за Москву от благодарных потомков. Гигантский гранитный камень. А вот наши защитники Концева, которые, несмотря на сегодняшний ужасный мороз, разминаются сегодня. Нет, я не знаю, у меня прям какая-то внутренняя дрожь прямо начинается. Может быть, это от того, что какое-то место здесь такое. В 41-м году стояли 40-градусные морозы, поэтому нам жаловаться неправильно. Наши деды и прадеды стояли в обороне. Фашистов смерть, да, точно. Вот. Здесь у нас сегодня, как обычно, никто не выходит из префектуры западного округа. Они делают вид, что здесь нет никакого протеста. Интересно, что такой сегодня святой день, когда нужно почтить память павших. Их это не интересует. Но, в общем-то, показывает, кто они такие есть. В каком-то плане, на самом деле, сейчас, вот, спустя 70 лет, мы являемся тем самым народным ополчением, прямыми наследниками тех, кто 79 лет назад стоял в Москве. Вот, я думаю, что они смотрят на нас. А фашисты смотрят на нас вот из этих окошек. О, ничего себе! Это кто у нас приехал? К нам приехал, к нам приехал. Какой-то парад, слушайте. Я, если честно, даже не в курсе, что сегодня у нас такая. Давайте посмотрим, кто это к нам приехал. Ничего себе! Коммунисты с автопробегом. Коммунисты с автопробегом. К нам все заехали на Кунцево. Ничего себе! У меня нет слов, дорогие друзья, кто смотрит наши трансляции. Мы находимся на Ивана Франко. Дом 12, около префектуры Западного административного округа. Здесь кругом полно полиции. А почему-то она предпочитает прятаться, полиция, здесь. Сейчас я вам покажу автозак. Хорошо знакомый уже снаружи и изнутри всех защитников Кунцево. Опаньки. Сейчас покажем, посмотрим автозак. Посмотрим, как полиция задергается. Увидя этот автопробег, я думаю, что... Да, вот смотрите, а вот смотрите, полиция к нам идет. Я была права, все они сейчас пойдут и будут стоять около вот этих машин с флагами. Интересно, кто сегодня к нам приехал. Депутат Госдумы Рашкин болеет, насколько я знаю. Вот. Ага. Здравствуйте. Ничего себе. Вот кого не ожидали здесь увидеть сегодня. Да, мне кажется, ворот ожидали. Ожидали. А вот смотрите, вас тоже ожидали автозак с открытыми дверями. Так, так сказать, добро пожаловать. Да, автозаками нас не запугают. Они нас, если наши... Скажите, пожалуйста, как вы здесь оказались? Что привело вас к Кунцево? Значит, смотрите, мы сегодня проводим автопробег, посвященный 79-й годовщине контрнаступления Советского войска под Москвой. Вот. Мы начали его в районе Переделкино у памятника воинам погибшим. Мы подъехали сюда. У вас здесь тоже есть памятный камень, который посвящен воинам погибшим. Поэтому мы сейчас посвящим их память и поедем дальше по западному округу. Вот, смотрите, как понабежали ччоповцы здесь и полиция. Какое возбуждение ваш кортеж вообще произвел. Мы даже не ожидали. Вам казалось... Ничего себе! Вот так сегодня у нас Кунцево отмечает годовщину, так сказать, перелома в битве под Москвой. Да. Сегодня какой-то очень промозглый мороз. Чудовищная сегодня погода, одновременно сочетающая в себе сырость и холод. Здесь близко пруды. Очень промозгло. И эти заборы наводят, конечно, и тоску, и все на свете. Ну, вот у нас сейчас ччоповцы тоже снимают нас. Мы станем звездами. Если у них есть свой канал на ютубе Чопаш, то мы их постоянные, так сказать, лица и герои. Мы снимаем их, они снимаем нас. Во как сегодня. А у вас первая была... Ничего себе! Из переделки на сегодня, как выяснилось, кортеж с флагами красными приехал. И будет возлагать розочку. А что вы вообще думаете по поводу этого километрового чудовищного забора зеленого, который оградил все зеленые наслаждения практически в Кунцове? Я думаю, то же, что и все люди, которые здесь собрались. Что вот этот беспредел Собянинский, который творится, да? И якобы им нужна дорога. Из-за этого сейчас 200-летние дубы будем вырубать. Ну, я думаю, это кроме возмущения ничего не вызывает. И с этим надо бороться. И, скорее всего, мы добьемся того, чтобы эту дорогу прекратили здесь. Ну, я уже можно, кстати, легко перенести, как я услышала. Что все спокойно ее вдоль с дорожных путей можно везти. Зачем уничтожать гектары зеленых насаждений? А только потому, что кому-то лень договариваться. У них задача в Москве вырубить все. Вот мы недавно были в Биццовском парке. Они Биццовский парк сейчас хотят вырубать еще. То есть, мало того, что здесь вырубить. А есть какой-то парк, который они не хотят еще вырубать? Нет, таких, мне кажется, уже нет. Осталось в Трепаревне-Кулино, единственное на западном округе. До него еще не добрались. Но такое впечатление, что просто где-то затаились. А так вот это какая-то саранча. Саранча все, что зеленое, вырубить, сожрать, бетон в плитку закатать. Игорь, я знаю, что вы были организаторов митингов в Кунцево. Ой, в Кунцево, в Солнцево. Там тоже Березовую рощу собирались, какую-то там, молоденькую совершенно. Где в Солнцево там вообще мало зеленых насаждений все застроено. Да, очень много мы там митингов собирали. Все, но все равно часть добились, какую-то оставили. Но тем не менее, они говорят, да, мы здесь вырубим, но посадим, например, где-то в совершенно другом месте, там в 100 километрах от вас. Да, где Макар Телят не гонял. Пожалуйста. Мы как бы вот эту политику, что сколько вырубили, столько посадили, мы выполняем. Только в другом городе. Понимаете? На 300 лет. Вот, поэтому нет, там по меньшей мере в Солнцево нам немножко удалось отстоять. Согласны ли вы, что здесь проходит у нас сейчас новая оборона Москвы линии в Кунцево? Бесспорно. Я думаю, это оборона Москвы проходит не только в Кунцево. Она проходит и в Биц, она проходит и в Юго-Западной Хорде, она проходит и в Переделкино, где лес пытаются вырубать. То есть линия обороны по всей Москве проходит. Вся Москве, вся Москва в осаде. И осаждают и вот этот вот саранча, который все вырубает, и лишь бы плиткой все закатать. Ладно, друзья, дорогие, хочу просто напомнить, ради чего мы сегодня собрались в этот святой и великий день. Напомню, что 79 лет назад начался этап контрнаступления Красной Армии под Москвой войсками Калининского, Западного и Северной части Юго-Западного фронтов. Враг был отброшен на 200-150 километров от нашей столицы. Была освобождена полностью Рязанская, Тульская, часть Смоленской областей. Была фактически освобождена ныне Тверская, тогда Калининская область. И это было первое серьезное поражение вермахта во Второй мировой войне. Враг потерял больше полумиллиона безвозвратных солдат и офицеров. Было уничтожено больше 1500 танков, 2500 бронемашин, 1000 самолетов. Друзья, мы должны помнить, что в те страшные годы в первую очередь остановило вражеское нашествие народное ополчение. Народное ополчение 1941 года сейчас смотрит на нас, народное ополчение 2020 года. И мы, как наши деды и прадеды, здесь на рубеже стоим за нашу землю, а наша земля – это наши правила. И враг не пройдет, вражеская нога не ступила в Кунцево. И мы сохраним то, ради чего 79 лет назад отдали жизни наши предки. Прошу почтить память павших минуты молчания. Павших минуты молчания. Предлагаю возложить два конца. Павятый камень. Их очень дорогие. Их 65-й годовщина, деда в Москву. Их 5-й годовщина, деда в Москву. Продолжение следует... 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 метровый дуб 5-метровый дуб в ширину а в вышину 5 метровый имеется когда конечно когда говорят 5-метровый в обхвате а в вышину это самый высокий дуб в городе москве он можно сказать памятник природы бениса сегодня очень важно знаменательна дата в истории второй мировой войны в истории великой отечественной войны и в истории нашего социалистического государства контрнаступление как второй этап битвы за москву начался 5-6 декабря 1941 года по всей линии фронта от ельца до калинина и это наступление к это контрнаступление она носила крайне ожесточенный характер несмотря на то что был очень лютый суровый мороз минус 41 градус несмотря на то что были мощные глубокие сугробы однако советской армии удалось прорвать линию немецкой обороны западня калинина и восточная москвы удалось установить контроль над очень важным шоссе и также железной дорогой калинин москва а также удалось освободить несколько населенных пунктов и советская советские войска наступали очень мощно и они прорвали левый и правый фланг вот армии вермахта центр которая в это время собиралась окружить москву и после этого немцы заняли линию обороны они начали обороняться и восьмого декабря 1941 года гитлер официально заявил что сейчас немцы должны занять линию обороны буквально по всей линии фронта чтобы их войска не были бы разгромлены а 9 декабря в течение полутора недель советская армия освобождала такие города как Соленогорск как Ельск Калинин Вязьма и так далее и вот хочу отметить что в первых числах 1942 года советским войскам удалось отодвинуть немецкие войска на 150-300 километров от Москвы им удалось разгромить 37 немецко-фашистских дивизий а также освободить более 11 тысяч важнейших населенных пунктов уважаемые товарищи наша победа под Москвой имела очень важно как как военно-стратегическое значение так и важнейшее политическое значение поскольку мы показали что немецкая армия не является непобедимой и нам удалось не дать реализоваться немецкому плану Блицкрик и как вы знаете в 1945 году Советский Союз полностью разгромил гитлеровскую Германию и освободил Европу и весь мир от фашизма от этой чумы 20 века и это произошло благодаря героизму и скойкостью и мужеству советского русского солдата это случилось благодаря преимуществам социалистической общественно-экономической формации над капитализмом потому что при социализме под руководством КПСС можно было сконцентрировать все силы нашего народа все материальные ресурсы ради единой цели победы, а при капитализме каждый буржуйчик только думает о своей прибыли так же эта победа случилась благодаря мудрости нашего командования которое действовало под руководством коммунистической партии Советского Союза фактически это была победа социализма над капитализмом как вот на четвертой по-моему конференции Коминтерна в 1934 году сказал известный болгарский коммунист Димитров фашизм это есть реакционно это есть террористическая диктатура самых шовинистических слоев капитала это есть диктатура финансового капитала и вот после окончания второй мировой войны мировая буржуазия поняла, что победить военным путем Советский Союз невозможно и тогда они объявили нам холодную войну гибридную войну войну политическую войну стратегическую, войну информационно-психологическую А вот сейчас, Бенис, как вы считаете, какая война идет у нас? экологическая? Против жителей Москвы Вы понимаете, что я вам хочу сказать? Я потрясена вашими знаниями истории это просто супер Вот сейчас, к сожалению, над Кремлем рет не победоносное красное советское сервкасно-маласказское знамя а голландский триколор это флаг, который чувств русскому народу, который чувств советскому народу этот флаг ассоциируется с торговлей с растоществом, с капитализмом и вот с бизнесом и мы видим, что сейчас наши власти связаны с буржужой действуют ради прибыли, но не в интересах народа А почему вы сюда пришли сегодня, Бенис? В очередной раз мы видим вас здесь С одной стороны, сегодня знаменательная дата Бен почетный гражданин Кунцевской народной республики Брат, я просто хочу сказать, что у кого какие-то глупости, боже, насчет того, что почему вот Бен говорит за русский мир мы вот с ним вместе шесть лет назад воевали за этот русский мир и я могу сказать, что Бен настоящий вы сейчас воюете, друзья вы сейчас воюете за русский мир, за нашу землю вот я чуть-чуть в историю в советское время здесь расцветала знаменита Дубрава знаменита роща где до сих пор вот существуют дубы 200-300 лет вот там стоял дом Шехтеля да, и смотрите это все краны в советское время здесь строили железную дорогу ну ни одного дубка не вырубили а сейчас власти собираются массить какой-то дублер кутузовского проезда в интересах буржуазии он будет платный, платный, платный частный они собираются строить какие-то недолговеченные новостройки многоэтажные дома 30-40 этажей высотой которые недолговечны говорят специалисты что через 30-40 лет они рухнут и погибнут люди да во всеми свинились какой 30-40 лет 34 года и при этом уничтожаются хорошие сталинские дома и вырубаются вот наши деревья ну разве это не бардак то есть власть действует в интересах буржуазии в интересах заживавшихся олигархах а не как советская власть действовала в интересах народа уважаемые товарищи что нам делать в этой ситуации как нам спасти наше отечество как нам сделать чтобы жизнь наших трудящихся вновь была бы счастливой и процветающей в материальном положении я считал что нам необходимо вновь создавать советы и бороться за власть но безусловно действовать законными способами как я уже вам говорил я выступаю за объединение всех левых сил России у нас есть мощная уличная команда это другая Россия именно Эдуард Иванович Леон это трудовая Россия это ЭКМ это РКРП это ОКП это комсомол и здесь у нас мощная парламентская группировка это КПРФ товарищи давайте объединимся и будем бороться за власть победа будет за нами восстановим советскую власть да а почему вы сегодня пришли в консул здравствуйте если можно представьтесь здравствуйте Андрей Андрей Подрезов житель соседнего района как бы район Крылатское вот знаете вот эти дубы они дают нам чистый воздух который он не делится там по границам районов на границах районов он не задерживается и вот тут эта власть как бы она нам там здесь немножко урезает там экологию какие-то права наши по малу допустим в сорок первом году как бы самая лучшая армия Европы не смогла нас победить силы поэтому к нам вот вошли так ползучи ползком ползком втерлись во власть какие-то чуждые нашему народу элементы то что фашист не недобомбил вырубается сейчас да конечно то есть так потихоньку полегоньку но все хуже и хуже и кончится это конечно уже там чуть ли не геноцидом нашего коренного населения русских москвичей вот и как бы мы хотим немножко вдохновиться примером тех кто воевал тогда вот хочу сказать тем кто сейчас как бы пытается нас немножко прессовать там вырубать наши леса там отбирать наши права вот когда-то после контрнаступления под Москвой вот в самой элитной дивизии Дос Райх в строю осталось 35 человек а полков фюрер один человек тоже элитный был полк вот тех кто сейчас нас пытается как-то гнобить ждет такая же судьба вот сегодня мы немножко там товарищ Иван потренировалась по историческому фехтованию придет как бы время ну вот ветераны Донбасса которые здесь присутствуют они там научат нас чему-то более современному ну как бы мы не хотим такого варианта событий но если как бы власть опять же будет дальше дальше гнобить нас мы просто хотим жить на своей земле дышать его чистым воздухом который дает нам а не придорожной пылью да да мы хотим чтобы наши как бы деньги которые мы платим налоги там все такое чтобы их не разворовывали всякие там непонятные чиновники которые там строят вот эти вот проекты там дублеры и так далее никому не нужны там я могу допустим за 2021-2023 год Москва будет занимать 700 миллиардов рублей заимствование процент по этим заимствованиям мы платим из своего кармана пойдут они вот на то чтобы нас же лишали там чистого воздуха но пасаран да спасибо а вот савелий я не могу не подойти к вам здравствуйте рады видеть вас это главный озеленитель Кунцева он посадил только в этом году 30 деревьев почему вы пришли сегодня сюда и в принципе есть ли практическая польза от таких встреч как вы считаете а можно москва чуть-чуть приспустить чтобы вело видно с кем разгорают нет просто на подбородок я просто девчонки счастливы с праздником заразить наших патриотов думаю вот здесь сегодня собралась по-моему здесь полицейские два заказа они ждали ждали плакаты я не знаю что они ждали они на всякий случай пришли а правда ли что человек который откололся от коллектива сегодня проходил где-то там был задержан держать константиновкина какого константиновкина который пытался установить надпись ясно ясно то есть его за сейчас вандализм на заборе сейчас его за граждан неси ущерб за хулиганство у нас есть что можно и доказать у меня в прошлый раз в неделе распространение нас не правил и магические ситуации задержались за одиночный пикет но да 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 вот вы были задержаны на прошлой неделе был ли суд состоялся как как составили протоколы и написали жалобы иначе спроят видите начальнику и прокуратуру все таки отменились да вы вообще стояли в одиночестве савелий там вообще не было километр никого потому что вставлял как всегда вставлял не тот кто задерживал вставлял девушка мою запоязки который написал от своего имени как будто она там и задерживала в общем уже одного этого достаточно для того что в общем протоколы как обычно да как всегда значит в рапорт что одно потом менять совершенно другое то что там придумывают обвинения причем сотрудники которые сочиняли их эти обвинения при нас что им вообще сошли по барабану что вменять им все равно как бы их не накажут выговоры не получат отменимы неотменимы абсолютно все равно когда они никакой ответственности ни за что нанесут да я накануне в пятницу приговор который мне в сентябре по статье 20.1 по мелкому хулиганству отменил судья вот вот кстати говоря савелий последовательно отменяет и протоколы приговоры в основном году не удалось тоже ни за что когда за забор до дырка в заборе у которого вы даже не стояли который не стоял такая же история в этот раз но там была серьезно заинтересованная организация который судья надавил потому что здесь таких солидных так сказать заинтересованных нету поэтому это объективное решение ну а строится они совершенно одинаковые обвинения сначала плановое задержание потом значит запретаются обвинения не связаны с тем что поэтому да если я не куплен то отменить так что иногда и суд помогает савелий ну вот вы с иваном одни из самых горячих таких участников протеста я бы так сказала верите ли вы в то что удастся сохранить и вот этот реликтовый дух и вот эту рощину ивана франко верим иначе мы не бородимся вот у нас намечается еще одна проблема знаете что парк отрезанный еще северной стороны стороны линии метро и вчера сегодня геодезисты которые проводили съемку на этой территории где там планируется развитие значит дороги для ТПУ которые строят сейчас возле метро у нас прибавляется еще одна еще один фронт борьбы уже третий третий кунцевский фронт третий фронт да будем там бороться поэтому в общем кто думает что отсидеться по стороне может быть смириться потери части парка ошибается тут подчас водонки вот что распилить все что у нас есть ничего не остается поэтому нужно бороться спасибо спасибо большое савелий рожков напомнил его задержали прошлую субботу составили протокол а кстати говоря как статья звучит статья 20.6.1 но нарушение правил эпидемиологического я свидетель что савелий стоял в одиночестве в одиночестве на километре влево и вправо не было никого пока к нему не начали подходить полицейские прибежали журналисты обвинения сочиняют уже там вовд задержат одни а обвинения будем надеяться что в этот раз в суде отменят давайте подойдем к нашим девушкам девушки я вижу что вы сегодня так сказать обделены вниманием и промерзли тоже вот тут у нас некоторые комментаторы возмущаются что вот шли вот домой семьей занимались стоят мерзнут какой мороз сколько там всего лишь градусов но сколько бы не было градусов мороз то есть мороз и находиться на улице достаточно тяжело вот почему вы пришли сегодня в концу взлагать цветы ну потому что сегодня годовщина обороны москвы пользуясь случаем мы передаем привет комментаторам которые отправляют нас в семье к борщам к супам к детям хотим вам сказать что мы успеваем заниматься борщами это точно и семьей еще успеваем отстаивать наш район а они сидят там людей прощат негативные комментарии так что мы сейчас здесь в очередной раз чтобы помочь Кунцева остаться зеленым сохранить его насколько мы сможем и подчислить память о морозчине защиты нашей столицы да вот сегодня у нас снова линия обороны Кунцева как вы считаете удастся ли отстоять сквер будет ли принято какое-то волевое решение на самом верху сколько это может продолжаться в принципе от того что срубят рощу протеста не утихнет ну не утихнет да всегда есть надежда теряется последний вот очень хотелось бы чтобы хоть какая-то справедливость в нашей стране была но мы уверены что просто не гадать не стоит гадать вот что единственная суть это гадать не стоит и даже не гадать а просто видеть все вперед тоже лучше не стоит потому что если ты видишь одно допустим все хорошее да кто знает может произойдет произойдет щелчок и будет все к черту идти а может произойти наоборот мы сейчас готовимся к тому что у нас будет один негатив о том что вырубить деревья и так далее а кто-нибудь появится и скажет хорош и пинок под зад тому кто вот это все придумал и все и тогда будет время играет в любом случае на протест жителей Кунцево за сохранение сквера в любом случае чем больше и чаще мы здесь стоим и собираемся тем больше вероятность что кто-то услышит наш сегодняшний эфир спасибо активатики что всегда с нами тебе наденька привет от нас от всех надя сегодня не смогла быть по объективным причинам каким-то но я знаю что надя всегда душой с нами смотрит нашу трансляцию спасибо тебе надя и за лайки и за репосты будем надеяться что следующее субботу ты будешь здесь и мы снова будем в эфире спасибо я думаю что нужно отпустить наших жителей которые уже уже сегодня здесь находятся достаточно давно но как раз согрелись и цветы возложили встретились в исторический рыцарский бой сегодня сыграли в средневековье да спасибо всем друзья спасибо Савелию благодаря таким как Савелий в принципе у нас многое сохраняется в Москве это только кажется что какой-то одиночный там или малочисленный протест бесполезен нет в Москве очень-очень много удалось отстоять и и за и застройку остановить и так далее и вспомните крафтинга 16 и подмосковная только забыла цифру 11 или 16 тоже очень-очень много сквер на улице Берзарина не был вырублен у нас благодаря так сказать быстрому реагированию жителей в общем что я могу сказать боритесь и пусть победа будет за вами спасибо всем кто смотрит активатику лайк, share, репост активатика всегда там где жители отстаивают свой провал спасибо до свидания